Привет, друзья! Вы на канале в поисках золота и старины. У нас сегодня суббота, так что всем приятных выходных. А кто только проснулся, добрым утром! Едите по чашечку кофе и будем смотреть интересное видео. А сегодня у нас по традиции обзор того, что продавали на аукционе. Посмотрим, чего интересного нашли, продали и сколько это стоит. Смотрите, какой интересный первый лот. У нас комплект наград с кителем. Материал соответствующий. Состояние отличное, как для таких лет, так пишет продавец. Последние 40 лет китель никто не носил, так и лежал в сундуке или на чердаке. Все награды на одного человека. Есть, конечно же, документы, но нет одного ордена НЕПС. Его банально украли несколько лет назад какие-то супостаты. Конечно же, можно долго говорить, стоит продавать такие вещи или нет. У каждого есть свое мнение. Лично я бы, наверное, не продал, но, наверное, у людей есть на это веские причины. НЕПС. За таким лотом сидело больше 400 человек и сделали они 128 ставочек. И в итоге такой китель с наградами был продан за 49 510 гривен. Смотрите, чего выкопал человек. Это у нас мортира. Ну не боевая бах по выражению. Это абсолютная, так сказать, трах-бах-танцы-дискотека. Ну вы поняли, вот такая вот красивая штука. Материал железа, состояние, смотрите, по фотографиям. Никаких дефектов, там трещин и всего такого скрытых нет. Нашел человек ее в лесу. Вес 11,5 килограмм. Нашли примерно где-то 3 недели 4 назад. Но если честно, мне эту находку присылал подписчик. Показывал, как все это было. Ух, красота! За такой находкой сидело почти 300 человек. И сделали они 151 ставочку. И в итоге продана она за 34 060 гривен. Достаточно неплохо, поздравляю. И снова чердачная находка. Как это ни странно звучит, смотрите, что продают люди. Это у нас самовар. Но не обычный, а так сказать самовар яйцом, воронцом. Материал разный, так пишет продавец. Состояние неплохое, не течет. В наличии есть все, что на фотографиях. Никакой реставрации не делал. И тут же уточнил. Верх паровичка, видимо, не родной. Так как изготовлен из алюминия. Наверное, потеряли еще по время и потом сделали. Высота такого яйца 37 сантиметров. А объем 5 литров. За таким нечастым самоваром сидело 83 человека. И было сделано 66 ставок. И в итоге он продан. А тут представьте, за 53 тысячи и 2 гривны. А вот так вот бывает, везет людям. Смотрите, что нашел человек. Кто-то скажет, и чего оно такое. А это у нас бутерроль со скандинавскими мотивами. Так смылут на зал продавец. Материал, понятно, что бронзор в такой вот красивой зеленой патине. Состояние, смотрите, по фотографии. Никакой реставрации я не делал. Нашел, помыл вот так вот и сразу на продажу. В нижней части есть небольшие утраты. Также сбоку есть след от лопат. Ну как же не садануть хорошую находку лопатой. Да, вес 58 грамм. За такой находочкой следило около 700 человек. И сделали они ровно 222 ставочки. И в итоге такая находка была продана за 80109 гривен. А вот смотрите, личная находка поисковика. Кто-то скажет, а что это за штука? Что это за странный подшипник? Нет, друзья, это булава пернач. Такой штукой вдавали по башке какому-нибудь супостату. После этого он становился хорошим, мягким и пушистым. Материал бронза, состояние по фото. Никакой реставрации не было. Такую штуку даже в руки брать страшно. Из дефектов продавец уточнил, что есть маленькие. Сколы патины на ребрах хорошо видно. Это у нас монгольское оружие. А именно булава пернач. Или как кому угодно, будь гигант с орнаментами, красивыми ребрами и надписью на арабском. За таким оружием дробящего типа следило 282 человека. И было сделано 97 ставочек. И в итоге такая булава пернач продана за 110 тысяч и 50 гривен. И снова головной убор. Но только посмотрите какой у нас настоящий пикельхельм материал. Кожа и латунь состояние по фотографиям. Конечно же продавца спросили откуда, откуда можно найти такую вещь в оригинале. Он написал. Это банальная чердачная находка. Лежала в углу и пылилась. Вот так-то друзья. Реставрации никакой не было. Это и понятно. Тут прикасаться страшно. Смотрите все дефекты пытался показать на фото. Следило за таким головным убором 30 человек. И под конец торгов все-таки один созрел. И сделал заветную ставочку. И такой головной убор продан ровно за 3000 гривен. Часто видел в разных роликах люди говорят найти бы рубль Петра. Да я и сам об этом часто говорю. Но увы. У нас рубль Петра 1721 года. Давайте посмотрим сколько же стоит по-настоящему эта монетка. Но именно в таком состоянии. Материал серебро. Состояние пишет продавец. Очень хорошее. Никаких скрытых дефектов лично я не обнаружил. Да какие дефекты. Все видно на фотографии. За такой редкой монетой судило 55 человек. И они сделали 119 ставок. И в итоге одна такая монетка была продана за 20200 гривен. И вот так вот кому-то повезло. Смотрите. Перстень, печать, польских дворян. Золото и камень. Это у нас 16-17 век. Никакой реставрации не делал. Просто помыл, просушил и продаю. Да ну и понятно такой раритет. Желательно, конечно, отправлять не почтой, потому что, наверное, стрёмно, а просто из рук в руки. Так написал продавец. Он был в Черниговской области. За таким лотом судило около 150 человек. И сделали они 31 ставочку. И в итоге такую находку продали за 68999 гривен. Кому-то повезло найти вот такую вот интересную монетку. Это у нас 4 копейки 1762 года. Кто-то спросит, а что это такое? А это, друзья, называется у нас язык. Вот в жизни, если большой язык у тещи или соседей, это плохо. А если у монетки, это очень хорошо. Материал медь, состояние по фотографиям. Никакой реставрации и каких манипуляций не делал. За такой монеткой с языком следило 188 человек. И было сделано 150 ставок. И в итоге монетка продана за 7000 и 1 гривну. Продавали и клад, так сказать, сразу с поля и на продажу. У нас монет около 3400 штук. Почему около? Потому что продавец еще толком не посчитал. Материал такого клада серебро и горшок. Также добавил, что ничего не чистил, не перебирал. Вот так вот взвесил такими вот грязными и мокрыми. Вышло чуть больше 4 килограмм. Но уточнил, приблизительно полтора ков 3345 штук. Трояков 59, шестаков 14. За таким ведром монет следило почти 700 человек. И сделали они 115 ставочек. И в итоге такая куча монет продана за 140 тысяч и 2 гривны. Находка поисковика. А именно кемерийский кинжал. Да-да, друзья, это вот такая вот древность. Материал разный, но тут справедливо. Состояние хорошее, как для таких лет. Пишет продавец, никакой реставрации лично я не делал. Уточняет, что кончик чуток сломан и есть небольшая трещина на рукоятке. Смотрите внимательно фотографии, чтобы потом не было претензий. Также уточнил, что выкопан в конце 2017 года. Вес такого красавца 210 сантиметров, а вот длина 30. За таким кинжалом следило 74 человека. И было сделано всего лишь 9 ставочек. И в итоге он продан за 18 тысяч и 10 гривен. Кто знает, что это такое? Уверен, многие скажут, да это же кастет. Правильно, только чуток поправлю. Это кастет Австрия, периода Первой мировой войны. Материал, металл, состояние, смотрите, по фотографии. Никакой реставрации не было. Просто нашел, помыл, вот так вот и продают. Также продавец уточнил, что это кастет солдата для ближнего рукопашного боя. За такой находкой следило больше 100 человек. И сделали они 104 ставочки. И в итоге такой лоб продан за 3805 гривен. Смотрите, знаете, что это? Нет, это никакая не пила по металлу. Это медицинская пила. Да, да, этой пилой пилили кости. Материал дерева и металл. Состояние хорошее. Никакой реставрации не проводил. Так указывает продавец. Также указал, что есть незначительные следы коррозии. Но очень мало. Пила конца 18-го, начала 19-го века. За таким лотом следило 10 человек, которые любят попилить кости. Было сделано 40 ставочек. И цена достигла 65 долларов. Но, увы, пила так и не была продана. Потому что была установлена резервная цена. И финиш не устроил продавца. Так что, друзья, если у вас есть находки, которые хотите обменять на деньги, а не знаете как, напишите мне по ссылочкам снизу. Подумаем вместе. Бережите себя и своих видов. До новых встреч на канале.